Приветствую вас дорогие друзья на канале темная реальность. Прежде чем мы начнем подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик и напишите несколько комментариев. Многие скептики, которые не верят в мистику и потусторонние силы, думают, что всему можно найти научное объяснение. Бессмысленно отрицать, что в природе существуют необъяснимые аномалии, которые не просто пугают человека, а наводят настоящий ужас и даже могут привести к смерти. Истории с загадочными исчезновениями в гибельных местах, которые можно найти в России, холодят кровь и заставляют по-настоящему ужаснуться. В этом видео вы увидите 10 самых страшных мест в нашей стране, которые напугают даже самого бесстрашного туриста. Чертово кладбище Красноярский край. На территории Красноярского края, на вершине невысокой горы, находится странная поляна с отверстием в самом центре. По некоторым данным, она образовалась в 1908 году. Выдвигались версии, что появление этого места напрямую связано с фактом падения Тунгусского метеорита, а отверстие в центре – ничто иное, как жерло давно потухшего вулкана, пробитое объектом при падении. На протяжении последних 30 лет не менее 75 человек пропали либо погибли на данной территории. Нахождение на чертовом кладбище губительно для всего живого. Сотни коров погибли, решив отведать травы с поляны. В послевоенное время все жители этих небезопасных мест были переселены. Из рассказов местных сторожил стало известно, что огромное количество людей погибло либо на территории самой поляны, либо оказавшись на небольшом радиусе от нее. В 1991 году жуткая поляна была найдена. Для ее изучения была собрана большая экспедиция. В том же году об этом месте был снят фильм, названный «Чертово кладбище». Многие издания печатали статьи и фото об этом загадочном месте. Желающие наведаться в район Чертово кладбище должны знать, что не стоит ставить лагерь ближе, чем на один километр, а правильнее и удобнее разбить стоянку в устье реки Дешимбы. Добираться до пункта назначения проще всего по реке. Удачно сплавиться реально только в период с мая по начало июня. В поход должны отправляться исключительно профессионалы, так как район очень сложный. Гора Мертвецов, Свердловская область. В 1959 году группа молодых энтузиастов под предводительством Игоря Дятлова отправилась в экспедицию на гору Мертвецов. Подъем на вершину был начат 1 февраля. Не дойдя до вершины, группа из 9 человек разбивает лагерь для ночлега. Неизвестно, что так напугало молодых людей и что их заставило, разрезав палатку изнутри, спешно покинуть ее, выйдя на мороз практически без одежды. Никаких следов чьего-либо стороннего присутствия обнаружено не было. Все участники при этом имели ужасающие травмы, у некоторых был вырван язык, кожа у всех была фиолетового либо оранжевого цвета. По указу Суиша, все что касается экспедиции Дятлова находилось в строжайшей секретности. Группа Дятлова не единственная, кто погиб на склонах Страшной горы. Несколько экспедиций так и не вернулись домой после ее посещения. Издательство газеты Джентри в 90-е годы выпустило огромный материал, посвященный данному аномальному месту. Тогда же специалистами из Владивостока были произведены тщательные уфологические исследования. И на сегодняшний день гора мертвецов не слишком привлекает туристов из-за своей дурной славы. Хотя на данный момент никаких аномальных проявлений на этом месте не наблюдается и она безопасна для посещений. Чертово логово Волгоградская область. В Волгоградской области находится место под названием Чертово логово. По полученным сведениям в этом месте происходит самопроизвольное возгорание людей. В 1990 году были обнаружены трупы местного пастуха Юрия Мамаева и комбайнера Цуканова Ивана. Но достоверно известно, что Иван сгорел спасая комбайн и хлебное поле от неожиданно возникшего пожара. А причиной смерти пастуха стал поджог сена. Тем не менее это место считается недобрым, хотя проведенная экспедиция не выявила никаких аномалий. На сегодняшний день оно безопасно для туристических походов. Озеро Лобэмкир. На востоке Якутии, в Аймеконском районе, находится оброшенный легендами и удивительными рассказами водоем. Озеро под названием Лобэмкир. По преданию в озере живет невероятных размеров животное реликтового происхождения. По версии местных жителей это существо заглатывает крупных животных и людей. Исходя из слухов количество погибших насчитывает более 10 человек. Но все это недостоверно, нет никаких реальных доказательств. Местность труднопроходимая, что не способствует привлечению исследователей. Долина смерти. Существует несколько долин, претендующих на звание долины смерти. Одна из них находится на Валдае, что в Новгородской области. По местным поверьям, где-то там располагается таинственный пень, возле которого пропадали люди и животные. На самом деле этот пень никто не видел, полиция также скептически настроена, поскольку заявлений о пропажах людей не поступало. Якутия также имеет свою долину смерти. Ее сверхъестественность не подтверждена, никто из исследователей не видел никаких полусфер, излучающих тепло, медных котлов и иных аномальных образований. Исследователи в течение 10 лет изучали данные об этой местности. За все время загадочную территорию обследовали около 2000 специалистов и это не учитывая помощи местных жителей. Тем не менее, эта зона до сих пор считается местной легендой и привлекает внимание туристов со всего мира. Еще одна долина смерти располагается на Камчатском полуострове, неподалеку от долины гейзеров. На этот раз ее существование подтверждено. Там наблюдается большое количество смертей среди животных. Также были данные о гибели людей в этом районе, но они не подтверждены. В результате многих исследований было выявлено, что смертность среди животных объясняется отравлением газами, причины и периодичность не выявлены. Для человека нахождение в этой зоне не представляет опасности, так как он сможет самостоятельно покинуть зону в случае выхода газа. Чертовы ворота. На Колымском тракте есть один участок, проходящий между двух скал, на котором зарегистрировано довольно большое количество аварий и происшествий, в том числе со смертельным исходом. На данном отрезке никаких аномалий выявлено не было. Причины аварии на данной дороге были обусловлены наличием участков с повышенным риском аварийности для водителей. Практически на любой трассе есть подобные опасные участки. Курган Синеуса. По легендам, неподалеку от Белозерско-Волгоградской области располагается курган варяжского царя Синеуса, брата Рюрика. Во времена СССР верхнюю часть кургана разобрали для строительных нужд, а в оставшейся части вырыли погреб для крупного картофелехранилища. Но вся картошка, как и бревна внутренней обшивки, сгнила, и на этом месте образовалась яма, наполненная зловонным месивом. Было зафиксировано много случаев падения в нее, местные жители неоднократно вытаскивали трупы. Согласно легенде, это озлобленный Синеус завлекает людей в яму. Экспедиция не была организована, местонахождение кургана установить не удалось. Мясной бор. В Новгородской области в одном из лесов располагается болото. Во времена Великой Отечественной войны оно забрало жизни многих солдат, останки которых до сих пор поглощены болотом. Точное количество усопших неизвестно, по предварительным подсчетам речь идет о десятках тысяч. Печальная история этой местности создает вокруг атмосферу страха. Мыс Рытый. Вблизи мыса Рытой на Байкале наблюдается множество разнообразных аномалий. Компасы и навигаторы начинают сходить с ума, иногда наблюдается повышение радиационного фона, из-за чего вблизи мыса в настоящее время нет никаких поселений. Природу данных аномалий установить не удалось, обычно радиационный фон в пределах нормы. Пребывание рядом с мысом не сулит опасностей, стоит лишь остерегаться живущих там очень агрессивных земляных пчел, укусы которых очень болезненны. Чертов овраг. Чертов овраг возле села Ляды Псковской области знаменит тем, что до войны там исчезло несколько людей. Также несколько случаев было зарегистрировано после 1974 года. Некоторые из пропавших все же возвращались домой и рассказывали удивительные истории. Экспедиции не выявили аномалий в данном районе, пропажи людей списали на сложную местность, поэтому не советуют отправляться туда в одиночку без оборудования и соответствующих знаний. Не забудьте подписаться на канал друзья и поставить лайк. До скорой встречи в следующем видео.